Привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть Total War Warhammer 3 на легендарной сложности за северные провинции Катая. И в прошлой серии у нас началось вторжение боевого отряда Курханов, да, так они вроде называются, да, на нашу Великую Катайскую стену. Единственное, что как-то странно, они, по-моему, второй ход, они просто стоят на месте и ничего не делают. Мне как-то так показалось, во всяком случае, что они как появились пару ходов назад здесь, так они и стоят себе скромно. Мы в прошлой серии конфидерировали еще одних наших катайских союзников, нам бы сейчас гармонию восстановить. Но давайте первым делом, наверное, немножко повоюем, потом уже... Повоюем мы вообще, кстати. Наверное, пока не повоюем. Для начала надо рокировочку здесь сделать и собрать одну хорошую боевую команду. Осталось только выбрать, где... Ммм... Два снайпера я сюда отправлю. Может быть... Вот так. Получается, четыре этих, четыре этих, два снайпера, да? Боевой компас, ракеты... Сейчас я еще разок сравню ракеты с пушками. По-моему, в городе мы это удобнее можем сделать. Не можем, да? Так как мы тут нанять никого не можем. А, и еще астромансера я хотел добавить, пожалуй. Поэтому нам надо здесь один слот еще освободить. Дилеммная дилемма. Стратегизм. Мобилизм. Я govern в имя 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 имя. Лорд Магистрит. Я служил... Наверное, давайте... Вообще, компас нам этот не надо, если астроман здесь будет. По большому счету. Но я хочу один компас оставить. Чтоб был, на всякий случай. Просто, чтобы посмотреть на него. Если повезет, дай ее. Эта армия будет воевать. В ближайшее время. То хотелось бы, чтобы у нее был компас. Так, вот эту армию тогда я отправляю пока на марше вот сюда. Уже будет дополнительная защита. А эта армия, наверное, останется пока что здесь. Или, может быть... Мы можем немного сюда вперед выйти. А можем ли? Хочется ли нам туда выходить? Вот в чем вопрос. Мы шелкопряда дали, да. Который уменьшает небоевые потери. Мы, в принципе, можем, я думаю. Нормально. И потом будем нападать. Так, это армия. Может нанять здесь пару каких-то копейщиков, например. Почему бы нет? Почему бы нет? Давайте. Так, ну, короче, да. Тут воевать нам не пришлось. Но вот здесь... У нас, получается, еще и Гримгар сюда идет. В эту гору саблю. Помимо этого, Горалуса. Ну, по идее, здесь еще тоже можем... А, два хода, да, мы тут... Мы можем, в принципе, наверное, да. Вот этих троих лучше наймем здесь. Стена, я думаю, наша в безопасности. Так. Правильно? Правильно. Не то, чтобы... Эти три копейщика тут как-то... Помогут, да? Даже вот так одного лучника добавим. Но мы будем потихоньку отступать. И собирать армию таким вот образом, наверное. Но надо туда кого-то отправлять, потому что... Мяуинь наша выдвигается дальше на север сейчас. Так. Берем Когти Ночи. Второй уровень. И, в принципе, все. Да, у нас осталось только взять заземление. И... Мяуинь у нас уже... Прокачана на максимум. Ну, идем на Плаучую гору. Мы нападаем. Да. Решительная победа нас тут ждет. Вернем флажок. Вот этой, наверное, армии даже. Так. Мы, наверное, будем... Ручками отыгрывать этот бой. Чтобы меньше урона вот эта вот пехота получила. Ей и так что-то не сладко приходится. Арпалетчики уже максимальный ранг у нас взяли. Пушки неплохо, в принципе, качаются. Очень хочется посмотреть на батареи. Вот эти... Как они там называются? Каких-то там ракет или что? На... Ну, тоже, да, на этих... На бизонах на каких-то. По-моему, здесь отличное место для наступления. Тут прям даже возвышенность. Идеальное место для артиллерии. Хорошо. Снайперы, что-то не хотят растягиваться. И для снайперов тоже отличное местечко. Так. Всем тут поставим режим защиты. А пехоту я пока, наверное, даже... Как-то, не знаю, немного подальше. А вообще, надо оставить один отряд пехоты здесь, чтобы он бонус давал. На... Что там у нас? На скорость перезарядки, по-моему. Ну, вот. И начинаем битву. Тут у нас просто поливал... Поливалово такое будет красивое. Можем подойти. Я думаю, что мы... Что, превращаемся в селедку сейчас и идем башенки сносить. Пушки пусть работают. Уж слишком хорошее здесь место для... Стрельбы. Давай, мяуинь. Давай, 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 давай. Полетели, полетели, полетели. Этих тоже можно отправить, я думаю. По ним не попало? Не попало. А то страшно мне как-то стало немного. Так, разворачиваем стрелков сюда. Может быть, куда-то сюда еще тоже, да, добавим. Магичка у нас еще тоже есть, да? Можно ее отправить куда-нибудь. Так, отойдем. Тут, по-моему, по нам. Стрелки наши же стреляют. Полетели, полетели, полетели вот сюда сразу, наверное. Так, есть. И мы можем попробовать теперь, наконец-то, когти ночи. Давайте куда-нибудь вот сюда. Кони, может быть, убегут, а может быть, и не убегут. Они топоры кидают нормально. Ну, какое заклинание интересное. Ого. Нехило. Нехило. И мы можем, наверное, отправить их атаковать. С этих стрелков. Наверное, лечилку тоже кину сразу. Вот так. Можем даже селедку нашу отправить. Смотрите, как она грызет. Тысяча урона. В режиме селедки у нее. Сколько из этого сквозь броню проходит? Половина. Нормально. Ну, мы тут все уже, кажется, выиграли. Угу. У нас только один отряд арбалетчиков немного пострадал. Ну и, может быть, по коням наши, да, одного коня убили. Может быть, это не наши арбалетчики были, кстати, да. Может быть, это эти все-таки. Хотя нет, у них все по нулям. Это не... Думал, может, эти все-таки попали как-то. Ну, три человека. Три. Три потери. Вот это хорошо. Это красиво. А то, если бы я авторасчетом отыграл, у нас бы сейчас вся пехота наша, именно бойцы ближнего боя, потеряли бы, наверное, нехило так. Так, хорошо. Я забираю это поселение, чтобы можно было восполнить потери немного. Провинция захвачена. Давайте тут контроль вернем. Провернем. Пойдем ли мы дальше, вот в чем вопрос. Вот так аж в обход туда. Или вернемся сюда. Хотя, я даже не знаю. Наверное, надо все-таки, чтобы Мяуинь шла себе в атаку. Вперед. А мы тут через пару ходов разберемся здесь и отсюда армию переведем куда-то сюда. Новую армию сейчас нанимать уже не будем, конечно же, потому что у нас уже много армий. Дальше. У нас, получается, две армии мчатся куда-то сюда. Вот сюда. Одна армия еще у нас тут. Есть такая себе армия, но есть. Ага, мы там, получается, не сможем пройти. И вот теперь вопрос. Вообще, наверное, лучше я вот эти две армии все-таки отправлю наверх. Это займет какое-то время. Да, они будут туда топать, топать. Ой, как долго топать будут. Да. Но, наверное, это будет лучшим вариантом. Снизу две армии есть. Они пойдут к Скайвинам, а эти будут тут пока развлекаться. Пока та армия идет, мы, в принципе, можем попробовать сюда еще напасть. Разве что оттуда армия Скайвинов вывалится. И тогда уже будет неприятно. Тут просто пройти мы не можем, да? Если бы можно было здесь пройти, тогда хорошо. А так вот в обход что-то... Не хочется. В следующем ходу мы, может быть, успеем дойти сюда. А потом пойдем, да. И здесь вот соберем все по этому перевалу. Пойдем в две армии. Дальше, куда-то сюда, на север, надо. Тут постараться как можно дольше задержать вот эти войска. Не то, чтобы за эти территории я как-то переживаю, да. Тут как бы мелочи, но все равно. Все, последний уровень. Берем, наверное, заземление это. Не все. Тут уже поехали вот эти все. Убрать таланты. Думаю, мы можем еще отремонтировать камень испытаний. Вообще, тут можно было бы все-таки датастроить еще давным-давно дополнительный гарнизон. Но не сложилось. Так. Нам надо сейчас убрать одного... Или добавить, может быть, до кого-то, опять же. Давайте подумаем, посмотрим, чтобы баланс вернуть. А нам до этого алхимика надо было добавить в армию. Алхимик что-то никак не дойдет. Потому что у него режима марша нет. Так, куда мы пойдем? Наверное, сюда к Скавинам, этим астромантам, мы пойдем. Куда-то. Так. А вот этот товарищ... Товарищ, товарищ, куда же ты пойдешь? Наверное, сюда куда-то. На разведку разведывать. Так. И тут вот у нас как раз черный есть один товарищ. Мы его... А, это тот, который как раз... В армии Мяуин идет. Увеличение дохода. На пару процентиков. Давайте, наверное, добавим еще одну... А, астроманты все у нас закончились. У-у-у, это беда. Это беда. Этот белый у нас... Нет, его мы убрать не можем. Ну, тогда придется попрощаться с кем-то из вот этих двоих, да? Пятого уровня. Этот седьмого уже, да. Мы вот этого пятого уровня удаляем. И... Да воцарится гармония. Давайте посмотрим по нашим территориям, как у нас дела. Из-за конфедерации мы сейчас теряем общественный порядок. Так. В принципе, более-менее неплохо все. Самое неприятное, это у нас, по-моему, вот это. Восточные степи. Возможно, как раз из-за того, что... Тут что-то слишком много... Норски. Так. По деньгам. По деньгам, по деньгам. Давайте первым делом. Вот это проверим. Хорошо. Здесь нет смысла строить что-либо. Форпост у этих построить предлагают нам. Тоже как-то... Есть общий враг, который находится довольно далеко. Хочу я тратить две тысячи на форпост. Я все равно их конфедерирую когда-нибудь. Что мне? Может быть, снайперов там где-то взять получится, правда, да? Через, там, десяток ходов мы сможем себе позволить армию дополнительную. Наверное, да. Я построю. Форпост пусть будет. Тут, конечно, все грустно. У золотозуба этого... Там форпост нет смысла строить. Они там реально... Скорее всего... Все просто это самое в своих этих походных лагерях. Нанимаю. Так. Ну, тут я, наверное, тоже улучшать пока не буду. Все, да? Предлагают на этом заканчивать ход. Давайте я, наверное, что-нибудь где-то улучшу. Вот это, например. И вот так вот немножко потратим деньжат. Сейчас мы, конечно, получаем уже не по 15 тысяч заход, а поменьше все же. Так. Пока подожди. Подожди. До тех угров мы тоже доберемся. Я с удовольствием с ними вступлю в войну. Но не сейчас. У них неплохие такие армии у наших этих союзников. Там и артиллерия. Откуда они угров понабирали? Где они нашли? Ну, наверное, как раз они и построили в единственном, может быть, поселении, где были войска. Ну, где были лагеря для найма войск у угров. И они просто заняли это поселение и все. Но, с другой стороны, когда я конфедерирую вот этих, может быть, смогу построить форпост в том же месте. Интересно, надо будет посмотреть. Ажжаг нам войну объявил. Он уже близко к нам. Азазель нам войну решил объявить. Но он от нас весьма далеко. Это, конечно, сильное объявление войны. Да. Ну, ладно. Зовем союзников наших. Сейчас мы еще... А, да. У нас сейчас низкая эта верность. Из-за того, что я угрожал моим союзникам, чтобы они согласились на конфедерацию. О, пошли осады. Близкое поражение. Я хочу попробовать подраться. Я не помню, в какую сторону у меня сейчас компас повернут. Надо было, кстати, его развернуть в... А, мы не можем правильно его развернуть. Да-да-да. Потому что нужно ждать время обязательно. У нас просто там есть дополнительный бонус к ресурсам для обороны. О, это мерзкое поселение еще это. Для нападения, во всяком случае, вот со стороны игрока. Если нападать, да, то это мерзкое поселение, что вообще кошмар. Но сейчас посмотрим, откуда... Тут они со всех четырех сторон могут идти, да. И мы с четырех сторон оборону держать так нормально не сможем. Да. Со всех четырех сторон они идут. У нас 500 ресурсов все равно. А где мой бонус? Там должен быть все равно бонус. Хотя бы небольшой там вроде, да, но... Если даже компас у нас повернут в другую сторону. Блин. Ну, нам с таким малочисленным войском тут... Не пообороняешься особо. Нет, наверное, нигде места, которое можно было бы полностью перекрыть. Разве что вот здесь, например. Тут есть баррикады, да, можно поставить. Но их обойти, ну, вообще расплюнуть. И в этих баррикадах смысла никакого вообще нет. И эта точка, ну, ее держать тоже смысла нет. А на этих боковых по две башни. На всех боковых по две башни. По идее, наверное, это лучшее место для нашей обороны будет в данный момент. Мы просто все кучкой становимся здесь, пожалуй. И ждем. Получается, часть у нас будет держать вот этот проход. Копейщиков тоже поставим. Потом построим здесь баррикады. Вот такие посерьезней. Эта башня туда стрелять не будет, наверное. Я даже не знаю, стоит ли эту башню первого уровня ставить тут или нет. А, у нас может быть, кстати, меньше ресурсов для обороны. Просто банально из-за того, что у нас климат здесь неблагоприятный. Может быть, поэтому. И может, у нас тут восполнение ресурсов будет хреновым. Ну, сейчас, короче, будем смотреть, что мы тут можем сделать. Конница наша ничего не может сделать. Поэтому она будет просто стоять здесь и курить бамбук. Или где-нибудь. Я даже не знаю, где ее поставить. Смысла в ней никакого здесь нет. Стрелки. Стрелки. Стрелки, да? А там посмотрим. Наверное, конница просто будет здесь стоять чисто для массовки. Чтобы меньше было... Потерь. Потому что ее там сольют где-нибудь сейчас быстро. А те прилетят грабители. Ну, короче, ждем. Ждем. Основной доход 2. Ключевые точки 2. И. Тут, конечно, хотелось бы какую-то башню посолиднее построить. Топовую сразу. Но с другой стороны... Тут к нам уже идут. Поэтому давайте хотя бы такую строить. Долго еще тоже будем ее. У нас сейчас все тут точки по захвату. Тут, конечно, да. Проиграем мы довольно быстро. Интересно, вызванные эти ребята мамонта завалят? Один на один. Вряд ли, наверное. Эти сразу в центр идут. А тут получается... Во всяком случае, раньше так было. Мы не проигрываем, когда... Захватывают вот эту центральную точку. Нам не обязательно ее держать. В мелком поселении. Не обязательно. Давайте мы баррикаду тут построим. Насчет баррикады, кстати, вот не знаю. Может быть, это не самое удачное решение было. С баррикадой. Может, лучше башню бы еще одну. Хотя бы даже мелкую. Но все-таки построил бы. И она, наверное, сейчас не будет достраиваться. А, нет. Должна построиться прямо... Прямо на них. По идее, да. Так, мамонт. Давайте развернемся на мамонта. А, нет. Ноль и все, да? Получается так. Мы тогда можем отменить строительство баррикады. Раз смысла в ней все равно нет никакого. Наверное, надо быстрее строить хоть такую башню. Сейчас они все точки позахватывают. И все равно у нас ресурсов уже не будет для строительства нормально. Я думаю, можно зафокусить, попробовать мамонта. Но лошадки уже убегают. И башню тоже прикажем по мамонту стрелять. Почти. Ну, давай, есть. Один мамонт ушел. Давайте, наверное, на втором сосредоточимся. Потихонечку. Тут уже пробили, конечно, нам оборону. Мы, наверное, переведем сюда войска. Вот так вот как-то сделаем. Один отряд. И, наверное, этот тоже. Сюда вроде никто не спешит. Поэтому идем. Наверное, вот так вот выстроимся для начала. Вот так и будем просто стоять аккуратненько здесь. Этот мамонт более плотный. Конечно, разваливает нас тут. Капитальный пошел уже на арбалетчиков. Или на лучников. Да, это у нас лучники. Но ему еще недолго осталось. Он уже убегает. Хорошо. Беги-беги. Тем временем, у нас есть немного ресурсов. Мы можем попробовать еще башню где-то построить. Она будет достреливать куда-то сюда, интересно? А, туда идет уже армия. Захватывать точку. Надо даже достроиться, наверное, не успеет. Давайте, может быть, вот здесь построим. У нас хотя бы постреляет. Может, вот по этим чуток. Хоть чуток. Так, что? Мамонта убили второго. Да, вижу. Два мертвых мамонта. Прекрасно. Прекрасно. Тут вроде нормально держатся ребята. На эту сторону никто не спешит. Тут хорошо пока. Туда... А, сюда тоже армия идет. Да, причем сюда конницы бежут. Они сейчас захватят там точку. А, они уже ее захватили. Подождите, а это у нас... А, это, блин, это ж... Да, все с одной точки, зараза. Ну, мы тогда, наверное, здесь построим баррикаду. По-моему, уже когда башня улучшается, она не стреляет. Правильно? Арбалетчики вроде постреливают там как-то. Или не очень, что-то. Да, вроде что-то там постреливают. Ну, сюда. Все точки у нас захватили. Не успел, надо было... А, мы получили, по-моему, с нее ресурсы, да. Давайте, может быть, попробуем... Улучшить вот это. Она стреляет вообще? Она, по-моему, кстати, ни по кому не стреляет. Или стреляет? Вообще непонятно. А, вот, начала стрелять только сейчас по этим убегающим. Ладно, давайте ради эксперимента посмотрим... Сейчас еще сотку ресурсов наберем. Успеем мы вообще сотку ресурсов тут набрать? Хороший вопрос. Да, баррикаду, наверное, было бы здесь поставить на всякий... А, они не будут подбегать, но я, наверное, все-таки поставлю. У нас хотя бы какая-никакая, но защита для арбалетчиков здесь есть. Угу. О-о-о, тут толпища идет, да. Все, мы тут уже слились. Или он под троллям, наверное, пострелять будет неплохо. О-о-о, это все-таки стреляет там по кому-то. Давайте я попробую ради интереса. А, ну 30 секунд она всего относительно недолго улучшается, да. Можно было бы потратить время на улучшение вот той вот основной башенки. Но мы неплохо повредили войска противнику здесь. Единственное, что, конечно, придется снова отстраивать эти поселения. Это ужасно. Может быть, мне их нафиг все поджигать и не тратить на них деньги. На все вот эти поселения в плохом этом климате. Все равно этот, вот эти вот боевые отряды Курханов будут приходить периодически к нам сюда. И вот это будет в каждом поселении. О, мы начнем битву с вот этим количеством припасов. О, слушайте, да, вот тут я уже сразу с... Давайте посмотрим. Я не посмотрел, как у меня там было. А это может быть поселение, типа, крупное. Может быть, поэтому... А, нет, это не крупное поселение, это мелкое. Просто, наверное, может, уровнем выше, я даже не знаю. А может быть, сейчас у нас в бою будет все равно 500, да? Будет смешно. Будет смешно. Нет, тут полторы тысячи, нормально. То есть я могу сразу построить здесь... Как минимум вот эту вот башню. И тут уже поселение такое... Поинтереснее, да? Тут у нас хотя бы, если держать оборону, у нас... Ага, у нас нифига нет. А, нет, тут башня хотя бы есть, да? Хоть что-то. Они с трех сторон. От нас... Так... Так... Нас интересуют точки, где... У нас две баррикады. Две, точнее, башни. Не баррикады, а именно башни, да. Четыре башни! Ух ты! Так, одна, вторая... Третья и четвертая. Мы будем эту точку охранять. Да. Мне кажется, это лучший будет вариант для нас. Пока что оборону тут оставляем. С этой стороны вроде нам особо не надо, но пока. Они пока сюда придут. То есть мы... Можем сразу вот эту башню построить. Хм... Или лучше, может быть, построить баррикаду здесь. Которую... Ну, какое-то время они будут ломать и... Мне кажется, да. Мы возьмем баррикаду и вот эту башню. Хотя... Вот эта вот стена, конечно, тут вообще не в тему. Давайте мы лучше, наверное, тогда вот здесь сделаем башню. У нее, по-моему, больше шансов стрелять вот куда надо как раз. Конкретно. Наверное, я даже сосредоточу здесь всех своих лучников и арбалетчиков. Ну, потому что какое-то время придет, пока с тех сторон сюда подойдут. И нам было бы весьма хорошо... Разобраться в первую очередь именно с... Вот этими нападающими на нас отрядами. Давайте, наверное, еще... Спирменов... Поставим. Так, и у нас где-то там две еще... Два отряда. Вот эти, по-моему, да, как раз выходят. Нет. Не выходит кто-то еще. А, кони, да, у нас? Кони. Кони, мои кони. Что вы можете сделать? Они, если чаржнутся в берсерков, берсерки их порвут... ...моментально. Кони будут стоять здесь. И отдыхать. Эти кони у нас совершенно бесполезные. Все, начинаем битву. Прирост ресурсов у нас 8, да, так же, как и там, вроде бы. Грабители, воины... Так, так. Сюда вообще три отряда идет, как будто бы пока что и... ...герой. И это хорошо. Потому что мы быстренько с ними сейчас справимся, я думаю. Можно башню попробовать... ...зафокусить на этом. К ярле. Хотя у него что-то плохо получается очень. Как-то... ...да... ...плохонько. Быстро они, однако, мне сломали баррикаду. Быстро. Наверное, ждем и улучшаем вот эту башню все-таки первым делом. Блин, так хочется еще тут построить. Давай, 30 секунд подождем. Все-таки улучшим ее. Тут идут целенаправленно... ...сюда. ...сюда. Так, о. Наверное, сюда. Они тут более кучно стоят. И быстрее мы с этими со всеми разберемся. Быстрее сможем войска перевести. А, нет, она не хочет сюда стрелять. Не может стрелять, может быть, сюда, не знаю. Но в целом неплохо, да? Три армии мы... ...три отряда, точнее, здесь разобрали. Не-не, давай-давай. По этим стреляй. Там хорошо все получается. Переходим теперь сюда. Этого вроде тут прессуют ребята потихонечку. Поэтому не будем отвлекать их. Так. Давайте ждем, наверное, за 900. Строим сразу второго уровня здесь. Здесь еще немножко осталось. А эти возвращаются. Давай, давай, быстрее. Строим. Эти тоже возвращаются. Давай, наверное, все-таки сюда бомби. Там по нашим тоже, наверное, прилетать будет немного, но... ...нормально. Я попробую кониться им. Может быть, получится отвезти вот этих ребят немного подальше. На какое-то время задержим их, может, их... ...если повезет. Одна армия уходит даже. В принципе, нормально. Тут еще тоже два отряда мы разобрали. Так. Давай, наверное, теперь по этому отряду стреляем. Тут башенка скоро будет готова. И у нас еще... ...вот тут... ...наверное... ...плохое место для башни. А еще одна у нас, получается, вот здесь будет. Ага. Так-так-так, пошли-пошли-пошли-пошли. Хорсманы. Давайте. Тут мы строим, наверное, самую первую. Для начала. Так. Вроде там нормально. Более-менее получается. Мы такие, типа, чаржимся, типа... Куда-куда? Не-не-не. Давай-давай-давай. Два отряда надо, видите, держать здесь. Рядом с нами. Под контролем. А нас-то сейчас окружат. Грабители берсерки. Так. Вражеский лорд мертв. Прекрасно. Идем сюда. Этими армиями всеми. Так, сюда. Бам-бим-бам-бим. Бим-бим-бим-бим. И здесь... Не хватает. Уходим-уходим-уходим-уходим-уходим. Нет, кавалерий. Чуть-чуть я задержался. Чуть-чуть. Так, можем строить первую башню. Давай. Так. И мы вроде бы успеваем выйти сюда на оборону. Отлично. Отлично. Эти копейщики здесь будут. Скучать просто. Они здесь будут. Мы можем пойти, я не знаю, захватить. Конницы. Вот эту точку. Сейчас. Да, хорошо. Надо, наверное, ну вот сюда еще отряд отправить. Сейчас туда будут страдать наши копейщики. Конечно. Эээ... Может быть... Мы башенкой... По коням поработаем. О, давай, давай, давай. Может получится чего там сделать полезного. Так. И давайте, может быть, эту башню тоже на них. Идем сюда. На точку, на точку. Нам надо сейчас на эту сторону оборону все перекидывать. Так. Там мы точку быстренько захватываем. Сейчас. Угу. Нормально. Нормально. Урон идет. Хорошо. Тут мы не будем подходить, чтобы они не убегали никуда. Жалко, что у наших стрелков заканчиваются боеприпасы. Конечно. Так, идем ближе. Идем ближе. Там тролли подходят. Все. Этих уже можно тоже отправлять в атаку. Этих тоже можно отправлять в атаку. Так, точка там как захватывается. Благополучно. Хорошо. Эти еще могут немного пострелять. Давайте по коням по этим. Может быть, стрельнем немного. Так, хорошо. О, смотрите, какие хитрые. Сзади, с тыла подошли по этим, по арбалетчикам. Прожарили разочек. Но только разочек. Не страшно. Так. Идем в центральную точку. Попробуем лошадками захватить. Та же захвачена уже, да, вроде бы. О, только сейчас захвачен, да. Боевый дух подняли. Порядок. Порядок. Кони убегают уже. Отлично. Отлично. Эм, так. По кому мы тут стреляем? Я даже не знаю. Так, хорошо. Может быть, еще успеем эту точку захватить. Тут мы всех развалили. Мы можем, наверное, даже возвращаться вот сюда, чтобы мы эту точку удерживали по максимуму. И чтобы наши отряды были поближе, более плотно. Правильно. Чтобы башня по нам стреляла. А, сломали мою... Ха. Я не думал, что они так умеют делать, да? Хитрые какие. Недолго им пришлось трудиться для этого. Но это не поломают. Так, тихо. Какой ретрит? Мы тут побеждаем уже. Давай, держитесь. Держитесь. Хорошие выстрелы идут. Так. Сдаваться они тут все вздумали. Понимаете ли? Давайте, может быть, по этим постреляем. Их тут много. Тут хорошо. Можно пострелять. 75 секунд еще ждать, чтобы тут что-то построить. Эти башни нам ничего нигде не дадут. Эту точку быстрее бы захватить. Было бы чудесно. Да давайте уже сдавайтесь. У нас боевой дух, конечно, падает. А это долго так захватывается. Капец. Вообще, наверное, вот сюда лучше стрелять. Все, мы уже сдаемся. Черт. Ну, хороший бой был. Добротный такой. Чуть-чуть бы больше, может быть, войс на пару отрядов хотя бы. Да? Мы бы здесь смогли бы выиграть. Там точку захватывают потихоньку. Ну, да, тут уже все убегают у нас. Ну, тут, конечно, хорошо. Мы тоже стреляли. Ладно. О, о, давай, давай еще чуть-чуть. Ну, давай. Захватывай. Захватили. Пошли сюда. Мы еще держимся тут кое-как. Может быть, добить эти отряды, если они убегут, то... Сколько у них дисциплины, давайте посмотрим. Ой, у них там что-то слишком много. Фланги не прикрыты. Все равно слишком много. Базовое значение 75. Одерживают вверх, да. Мы убегаем, они радуются этому. Ну, кстати, точку пока они не прессуют. Если вот мы еще продерживаемся там, я не знаю, пару минут, да, то у нас может... А, все, все, уже пошли они, короче, на точку. Сейчас все тут поубегают наши. Давай, пошли, пошли, пошли. Может быть, если бы у нас боеприпасы... А, не еду мне поломали башню. Ах, вы же вредители. Проклятые вот эти охотники. Я реально... Ну, не то, чтобы у меня много опыта с обороной было вообще, да, но... Ни разу не видел, чтобы они ломали башни стрелками. Держитесь, держитесь, катайцы. Есть, у нас супер-мега-крутая башня, давай. Заряжай. Пойдем, наверное, даже обойдем. О-о-о-о, бомбардировка пошла. Ну, тут, конечно, еще немного, если пострелять, получится башнями. Куда? Ну, не по-нашим же стрелять надо. Камон. А, ну, они уже захватывают точку, сейчас все башни поломаются здесь. Жаль, жаль, жаль. Ой, какая она косая оказалась, слушайте. Этот лучше стреляет. А у нас еще кони есть. А, кони, что там, захватили еще? О-о-о, боже мой, как долго захватывают точки эти кони. Вообще, если сюда конями прибежать, то, может быть, еще было бы полезно. А, ну все, тут уже сюда бежать нет смысла. Но, кстати, да, мы тут точку захватили. Строим башню здесь быстрее и быстрее. Быстрее. Ну, практически всю армию их развалили. Я не знаю, что они не сдаются. Ну, потому что сложность легендарная, да? Ну и, точнее, сложность битвы максимальная. И они от сложности 8 дополнительной дисциплины еще получают. Помимо своих этих всех базовых значений. Так бы они, может быть, уже и убежали бы давным-давно. Если я чаржнусь в этих охотников, я даже не знаю. Может, не стоит? У нас есть храбрые кони. Которые, наверное, сейчас дадутся, когда вот эти отряды все тю-тю уже, да? Так, просто я сейчас подбегу. Они залп по мне дадут, эти охотники. И на этом все закончится. А так, может быть, еще башенка... Давайте мы ускоримся. Нет смысла тут что-то тянуть резину. Может быть, башня достроится, да по охотникам пострелять сможет. Хотя бы немного урона еще нанесет им. А, они ее сразу спиливают. Молодцы. Молодцы. И нет башни. Она им вообще сделать ничего не смогла. Обалдеть. Смотрите, какие храбрые кони. Сейчас будут бегать кругами и точки захватывать. До первого выстрела от охотников, конечно же. Так, побежали, побежали. Давайте вот эту построим. Сюда бежим. Вообще смешно, что они не сдаются. Этот арбалетчик будет тоже храбро стоять. И ничего не делать. О, о. Разваливает. Отряд потихонечку. Так, тем временем. Тут у нас что? Где-то башня в каком-то стрёмном месте. Строим. Хоть такую, да, настроим. Сюда мы не бежим. Бежим, наверное, сюда. Они так плохо идут. Окружают нас немного. Что, там башню... А, они точку захватили. Просто даже не башню, а именно точку. Просто взяли им. И всё. Это прям смешно. Надо музыку из Банихил оставить, да? Она снизу будет по ним стрелять? Да, что-то постреливает там. Что-то постреливает. Успеем или не успеем до того, как охотники прибегут? А, они к нам не бегут. Отлично. Странно, что дисциплины нам хватает. Что мы до сих пор не сдались вот этими отрядами. Я прям очень удивлён. Побежали дальше. А здесь мы... Стой, стой, стой. Время, время тратим. А, они идут точку захватывать. Ну ладно, строим башню всё равно. Там же только одна, да? А, да, вторая там в плохом месте. Ой, простите, пожалуйста. Не успел на паузу нажать. Так. Жалко мне в обороне не дают камерой нормально управлять на легендарной сложности. Ну, успеешь достроиться? А, ей сразу вломили. Она только один выстрел успела сделать. А, ужасно. Так. Давайте здесь. И мы побежали дальше, чё? Давай. Это нелепо. Ну-ка, может быть, это успеет немного пострелять по ним. Давай, 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 давай. Куда ты стреляешь? Давай по этим. О, раз выстрел. Два выстрел. Нормально. Так, три выстрел. Они не пытаются. Хорошо. Так. А вот тут вот неприятно немножко выходит. Захватили точку. Мы уходим. Здесь будем строить? Или лучше пойдем вот на этой поставим? Наверное, не будем пока. Побежали, побежали. Вообще, забавно еще за этими арбалетчиками наблюдать. Вдалеке, которые стоят такие. Лишь бы их никто не трогал. Нам надо сейчас быстрее эту точку построить. И мы сможем здесь как раз второго уровня башни отгрохать. И из-за дальности, может быть, она успеет что-то... Хотя, тоже они успеют полпути проделать. До того, как мы построим. Давай, давай. А, не, они отходят. Хорошо. Хорошо. Так. Строим второго уровня. И побежали потихонечку сюда. Давайте посмотрим на этих арбалетчиков. Я их вообще спрячу куда-нибудь подальше. Дальше некуда, да? Сейчас уйдем. Вот так. Чтобы на них никто не решил сагриться. Случайно. Так. Как тут дела? Башня скоро... Ну, тут, конечно, место для башни отвратительное вообще. Просто... Хуже не придумать. Но, может, что получится. Пострелять немного. Пошли, кстати, на эту точку. Эта точка мне больше всего нравится. Здесь самое лучшее расположение башен. Здесь их много. И пока враги идут туда, мы будем здесь точку захватывать. Боже мой. Такого у меня никогда не было. Обычно, когда ты проигрываешь, то твои войска бегут все. Все. Но тут что-то пошло не так. И дисциплина не дрогнула. Не дрогнула. Зато фланги у нее прикрыты. Хорошо. Сломали. Угу. Так. Теперь сюда идем. Тут мы, наверное, башню будем вот здесь строить. Побежали дальше. Даже не знаю, кстати, куда тут стоит бежать и стоит ли бежать. Мы, короче, так и будем, да, по вот этим двум дальним работать. Наверное. О, уже постреливает. Понемногу. Понемногу. Так, как тут? Дело идет. Эти что-то крутятся, вертятся. Не могут решиться, что им сделать. Скоро боеприпасы у них закончатся. Тогда уже будет проще. У этих уже закончились. Но там второй отряд, по-моему, есть. И у них еще вроде хватает боеприпасов. Если я не ошибаюсь. Так. Строим тут какую-то хреновую. Без разницы нам, в принципе. Я не хочу сейчас к противнику подходить. Потому что мы можем просто... Да, этот отряд может сдаться. Если мы подойдем. Дисциплина дрогнет и все. Привет. Так. Точку забрали эту. А мы тут куда шли? Сюда? Шли ли мы сюда? Вот в чем вопрос. Из-за вот этих вот ребят. Я даже не знаю. Мы сюда не идем. Тут башня разваливает на самом деле весьма бодро. Она хоть и в низине там в какой-то такой непонятной. Но шикарно. Работает по вот этим недобитым отрядам. Один отряд уже сдался, убежал. Эти сейчас тоже... Эти сейчас тоже... То есть останется нам совсем... Мы победим здесь. Я чувствую. Если сейчас я нигде не запарю чего-нибудь, то мы победим. А если сейчас получится еще башню здесь нормальную построить, слушайте, это вообще будет красота. Да, нам как раз хватит на какую-то более солидную. На третьего уровня хотя бы. Так. Вот, как раз на третьего уровня хватает. Пошли, наверное, попробуем вот эту точку взять, пока они там где-то бегают. Где, кстати, у них? Вон, по-моему, да, их от этот отряд. О, шикарно, шикарно. О! Ха-ха! Ха-ха! Они такого не ожидали. Блин, какие кони оказались, да? Тактичные кони. Это, конечно, мощно было. Нелепо так, конечно, но... Да. Я рад. Они, по-моему, как раз все четыре армии уже походили, этих боевых отрядов курханов. Два отряда, по-моему, взяли в осаду нашу великую катайскую стену. Деньги берем. Опыт, кстати. Сотка. Вообще, как будто бы ничего нам этот опыт не даст. Туда так, ребята, подняли. Нормально. Возьмем бабло. Ты еще раз напасть решил? Давай. Нет, я не хочу. Первая победа меня не устраивает. Мы сейчас затащим тебя. Блин, у них эти остались проклятые охотники. Но у нас есть тактические кони. Какой-то Байден на нас нападает. Так, все они с одной стороны. Как нам лучше сделать тогда? Наверное, мы все собираемся здесь. Никогда не убежал. Кони, может быть, где-то здесь будут. Я даже не знаю, кстати, вот насчет этой армии. Как нам лучше быть. Вообще, наверное, даже лучше дальше. Мы слишком близко. Так, будет время этой башни поработать, пострелять. По ним. А ну-ка. Мы, в принципе, можем три простых построить. Что может быть тоже неплохо. За эти же деньги. А, ну 70 урона, да, и 500 урона. Разница как бы все же есть. Но эту башню они, скорее всего, просто сольют слишком быстро. Потому что она прям близко к ним. Они сюда подойдут и бахнут по ней раз, и все. Да, это, наверное, не вариант. Вот это, наверное, лучший для нас выбор. Тогда коней сюда поставлю. Чтобы они, может быть, шли по этой стороне. Там баррикада. И здесь еще две башни можно будет построить. Давайте. Можем ускориться. И заводим их потихонечку. Они пока эту точку захватят, да, их... Эта башня немного обстреляет. И как раз тут надо, наверное, зафокусить сейчас Стрелков в первую очередь. Так, 700 у нас уже есть. Ждем, наверное, мы... Следующего уровня башню. За 900. Вот здесь где-то мы ее построим. Или, может быть... Так, напомните. Ко мне. Вот здесь, да, тоже неплохой вариант. Еще один выстрел по ним, по идее, и все. Супер. Давайте, наверное, тут за 500-очку бахнем башенку. Хорошо. Они в центр идут. Балбесы. Так, за 900 можем еще где-то построить. Ну, нам, наверное, особо и не надо уже. Ну, давайте построим. Не-не, наверное, будем захватывать. Пусть там башни разбираются с ними. И мы, наверное, ставим лучником режим перестрелки. Идем фокусить. А, пехота просто уходит наша. Так, точку взяли. Хорошо. К этой пойдем. Так, режим перестрелки. Давайте, убегайте. Пора бы. Ну, какой-то режим перестрелки неправильный, как обычно. Какая у тебя скорость? 35? А, у этих по 30 скорость. Ну, понятно, почему режим перестрелки неправильный. Разве что попробовать отключить режим перестрелки и немножко разойтись в разные стороны. Так, будет лучше. Так, сколько у нас там есть немного? Где мои кони, кстати? Вот кони. Тут все отряды у него поубегали, да? Он один остался. Все хорошо. Все. Хорошо. Девять лучников он успел грохнуть. Зараза. Да, он как-то не посмотрел, что они намного медленнее, чем этот Барден. Байден. 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 Так. Моровый заговор. Поселение разрушено. Сейчас посмотрим. Поселение в осаде. Два поселения. Такс, 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 такс. Давайте смотреть. Первая победа с выпиливанием слишком большого количества войск. При том, что... У нас есть артиллерия. Но да, мы пока дождемся подкрепления. Ладно, пока подождем. Подождем. Давайте посмотрим, что у нас тут. Точно так же первого победа. А, тут мамонтов у них нет. Не, я думаю, тут нормальная победа вполне себе такая будет. А, не, у нас гарнизон же не подходит. Правильно, мы все вместе сразу нападаем. Так что... Все нормально будет. И тут, и там, я думаю. Сейчас посмотрим, дойдет ли та армия сюда куда-то не дойдет, да? Никуда она не дойдет. Даже на марше сюда не дойдет. Ладно. Ну, мы на марше сюда дойдем. Тоже хорошо. Не восполним потери. Не можем нанять, может быть, кого-то на марше не можем, да? Ладно. Ну и ладно. Это мелкое поселение было разрушено. Хорошо. На большой, я надеюсь, они не пойдут. Компас, давайте посмотрим. Да, компас у меня на эту сторону, но все равно запасы для обороны плюс тысяча. А, ребята говорили, что вот эта вот фигня работает только на поселение в Катае. Может быть, да? Может быть, так? Вот это понятно, да? Это все в Катае работает. Может быть, и это тоже? Поэтому в этом поселении у нас всего 500 было этих самых ресурсов для обороны. Тут вроде никакого штрафа на эти ресурсы у нас нет. Запасы для обороны. То есть вот... А тут, кстати, перекресток дракона. Тут вот полторы тысячи были, как положено. А тут было у нас всего 500. Вот вот здесь. Странная фигня. Ну ладно. Ну ладно. Да, давайте, наверное, воевать. Я думаю, мы запросто здесь победим. Здесь уж точно, да? Потому что тут даже мамонтов нет. Но стрелков чуть больше. Ну, я думаю, это небольшая проблема. У нас сразу и гарнизон будет. Да, мы не ждем подкрепления же. Я что-то сначала подумал, что мы будем еще ждать там пока. Но нет. У нас сразу вся полная армия доступна. Тут стрелков маловато. Так. Какой у нас холм прекрасный. В принципе, да. Мы вот прям его и займем. Ой. Куда-то нажал не туда. Ага, не займем мы этот холм прекрасный. Да, я понял. Максимум, что мы можем, это где-то вот сюда выкатить наше орудие. Вот. Все. Дальше не получится. Но все равно. Как раз, да, дальность нам хватает. Нам подальше нужно стать здесь. Будет. Так. Дирижабель. Тактические кони. Давайте мы их отдельно возьмем. Это у нас на двоечке будет. Это у нас на двоечке будет. Вам всем вот так, наверное. У мага у меня капля, да. Сильная против группы врагов. Порыв ветра есть небольшой. Скучненько, но пойдет. Наверное, на единичку пойдут. На троечку. На троечку. Так. Эп, эп, не получается. Ладно. Ладно. Как-то так мы выстроимся. Ага, еще вот эти у нас есть. Окей. Окей. Много-много пехоты у нас. Уже фланги некуда прикрывать. Так, давайте тогда. Во много слоев пехоты. Закроемся. Так, хорошо. Все, начинаем битву. Наша арта там гуляет. Стреляет. Мы пойдем... Сколько у вас скорость? 70... 90 и 78. 90. Это бессмысленная затея. Ладно. Сейчас спрятать их в лес, наверное, куда-то надо было. И потом уже идти в атаку. Давайте скорости добавим. Я наш дирижабль, наверное, вперед отправлюсь. 38. В принципе, нормальная скорость. Где-то сбоку мы его... Держать будем с этого, наверное. Все, уже стреляет. Хорошо. Давай, по берсеркам сюда. Держать будем с этого. Держать будут с этого. Держать. Продолжение следует... Держать! pelos more стрельбы, это предмет. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Так, давайте... О, там... Наши дирижабли расстреливают, я понял Зафокусим именно стрелков в первую очередь сейчас Наверное, надо ближе, да, кастовать было А, не, нормально, слушайте, дунули так дунули Пойдет Так, с этого фланга никто не пошел, можем отправлять Конницу нашу вперед И теперь сюда И теперь обратно сюда Не, что-то мало места для разгона, да? Давайте тогда в этих чаржнемся Так, так, так Тут можно дунуть неплохо Ему дойти еще надо будет, конечно, сюда Ну, давай Где-то там уже А он что-то... А, он уже дунул? Тю Тю Надо сюда подкрепление Мы, наверное, попробуем Конницей подогонять как можно больше войск И этим дирижаблем нашим тоже Сейчас сюда полетим Он на ходу стрелять умеет И арта тоже пусть еще немного поработает Может быть, по тролям там Немного получится пострелять Так, пехоту можем оставить Она все равно никого не догонит С ее скоростью в 28 Как у гномов почти, да? Может быть, у гномов чуть-чуть меньше Давайте добиваем Как можно больше войск сейчас Потому что нам придется Армии без гарнизона уже добивать эту Армию Поэтому чем больше будет Потерь у них сейчас Тем для нас лучше Лорда главное Не это не добить Хотя они нового не наймут Да, если Мы-то хоть заканчивать не будем Да, не будем Один отряд сюда Второй сюда Попал Попал Не попал О, попал Все, хорошо Второй бой будет, наверное, немного сложнее Но там, по-моему, у нас будет больше стрелков Если я не ошибаюсь Там просто мамонты есть Все Немного грабителей Куча стрелков Выжила Хотя, может быть, да Тут вот эти два отряда будут распущены Эти, может быть, будут распущены Сейчас посмотрим Короче Мне вот эта конница, в принципе, нравится Которая чуть, типа, тяжелая Гусара Они неплохие Более-менее Так Что мы тут берем? Да Я, наверное, восполню потери Для этой армии Боевого коня получил Не набираем мы уже с тобой войска, пожалуй А, стоп Блин, это я взял Героя Черт Прокаченного Этими, наверное Нашими союзниками Что-то куда-то у него прокачка Не туда пошла Молнию урану наберем? Две, наверное Тут тоже какой-то странный порыв ветра Это И вот эти два очка Я пьяный был Что-то прокачал такое Непонятно что Или что произошло А, это эти ребята С Да Соседней Стены Этого я не качал Да Тут, я думаю, можно авторасчетом добить Возьмем деньги Так Две армии из трех мы уже разобрали Можем нанять двух копейщиков снова Теперь режим поменяем И давайте Нападаем Сколько? Семнадцать ходов Ничего себе Нормально Обычные поселения за десятку сдаются уже Ну, полностью теряют свою армию Тут у нас Великая Катайская стена У нас две пушки Немного стрелков Тут немного стрелков Да, я думаю, мы справимся более-менее У них там, да Хоть мамонты есть, но Вместо пачки берсерков и Ну, хотя Вместо берсерков у них вот эти Воины Неплохие, в принципе Такие ребята Пару берсерков тоже есть И еще вот такие берсерки По-моему, они тоже называются Которые метают копья Ну, да Пять отрядов Никаких И пару с копьями тоже есть Ну Сейчас посмотрим У нас две пушки зато Так Ну, так чуть дальше получается Это, наверное, самое удобное место будет для нас Но они тут смогут обойти Со всех сторон Мне, конечно, это не очень нравится Так, ладно Давайте Стрелков Отдельно всех Пехоту У нас один только лорд, к сожалению Возле пушек будет стоять Возле пушек будет стоять И он Не особо полезный для нас Вот Бонусы На перезарядку Маны, да? Ману регенить буду быстрее Отлично Да, и Повелевание Стихийными ветрами Дают бонус Увеличивается Сила А, у них есть О, у них есть Несколько заклинаний Не, ну тогда это Многое меняет В принципе Тогда это не такой уж и плохой отряд Тогда да Это мне уже нравится Так, тут нам надо как-то выстроиться будет По-хитрому, конечно Чтобы минимизировать Потери с флангов По возможности Этих тоже пять Скажи их Скажи Скажи Б're uh Разник Скажи Закки Скажи Ну как-то так, наверное, мы сделаем, я даже не знаю Алибордистов мы вот Двух чисто с флангов оставим Копейщика сюда, мамонты, по-моему, у нас с этой стороны и по центру Наверное, центр укреплю еще вот как-то так Ну а кони, эти кони могут где-то в сторонке тут постоять, в лесу Да, их там вроде бы не видно Начинаем Давайте посмотрим А, можно по несколько раз, да, использовать всего лишь Ну тоже неплохо В любом случае неплохо И это не тратит ману, что... Сколько время применения... У нас нету такого параметра, да, как время применения Ну ладно, мы подождем, пусть подходят Это молния урнула, обычная, как я понимаю Комета Тут, наверное, лучше все-таки Больнее О, мамонт идет прям в обход Слишком в обход Подождем, когда они собьются в кучку Фокусим, наверное, мамонта Вот как-то так Ооооооу Хороший взрыв, одобряю Взрыв как-то эффектней смотрится Хотя вроде у него урон Немного поменьше идет Так, и ждем теперь Перезарядки Хорошо О, мамонт, все Отлично Этот мамонт тоже все уже практически Что-то он Не пошел в атаку, странно Можем идти, наверное Вот так вот выстроимся и потом атакуем Могу я им задать потом через шифт атаку? Вроде как могу Но оно как-то плохо работало, по-моему Именно с атакой Так, это что мне там Артура сфигачили, да? Одну уже Пошли в атаку В ближний бой на них Это что-то приборзели ребята Там немного Да тупо все пушки поломали Что-что? Куда? Куда? Слишком плотно мы стоим О, давай сюда Успеют убежать Так, где там наши лошадки? Во, пошли Добиваем Там почти никого не осталось Пойдем Ближе к вот этим сейчас Более крупные отряды Кажется Тут вообще 24 человека Пошли Так Но Неплохо Твердыня наша Выстояла Весьма благополучно Я бы сказал Странно, что этот мамонт убил 11 человек Он вроде бы А, он наверное успел Атаковать И потом убежать Он просто умер Где-то вдалеке от нас Я думал они его успели Еще на подходе подстрелить Но, да Пока мы там заклинания кидали Он наверное успел подойти Пару раз ударить Пехоту нашу А потом пытался бежать Давайте возьмем Восполнение потерь И нападаем Наверное Сейчас посмотрим Нормально Давай О, надо было Флажок кому-то выдать Что-то я забыл Все Тут можем брать деньги И возвращаемся Намаршим Восполнять потери Так Тут мы берем Наш стандартный набор Угу Идет к Мяуинь Хух Хорошо мы повоевали Да Это был у нас один ход Долгий Тяжелый Один ход Так Мяуинь готова Идти Куда-то Сюда Так Мы можем Мы не можем С ними в дипломатию У них Четыре поселения Без войск Как будто бы Вообще А У Этих Пять У Архаона Так А что у нас баланс Опять поломался Что мы сделали Не так Наверное Потеряли вот это поселение Да Там может быть Что-то было Да Ну тогда мы У нас где-то был Беленький товарищ Во-первых Пока я не забыл Добавляем Магичку сюда И тут где-то у нас был Был-был-был Вот этот товарищ А нет Мы одного удалили В прошлом ходу Зря только удалили Получается Одного мы Действительно Удалили Персонаж этот Семь контроля Добавляет Больше вроде Нет Никого Плюс Три Вот его я хотел Думал Было удалить Но Что-то Много контроля Дает Слишком Слишком Вкусненько Ну мы тогда Наймем Мы одного Удалили В прошлом Ходу Да И в этом Ходу Одного Вон Целеустремленного Тихо Тихо О Вот этого Да Тренированного Вот этого Мы возьмем Такой Которого Можно и оставить В целом Именно Боевого Сделать Астроманта Так Тут все Строится Потихонечку Дальше Давайте Пройдемся По героям Первым делом Мяуинь Наверное Идет Сюда Что-ли Через Это Поселение К вот Этим В Госте Восполнять Потери Мы Наверное Не будем Или пойти Вот эту Вот армию Грохнуть Тоже Вариант Неплохой В целом Астромансера Добавим Сюда Вместо Кого Вот в чем Вопрос Наверное Я не знаю Один отряд Снайперов Уберу Или Снайперов Наверное Снайперы Классные Но в Осадах Они далеко Не всегда Полезными Бывают Мы можем Улучшать Я думаю Камень Испытаний Здесь Здесь Это поселение Чё-то Пока Наверное Опасненько Мы Мы Вот здесь Вот Эти Стены Мы Берем Надеюсь Он На них Не пойдет Но мы Наверное Сможем Отстоять Эту Территорию Если он На нее Нападет Там Тем более Уже Да Неплохо Потрепанная Армия Так Это Это Берем Ну Это Пока Берем 10% Скорости Исследования Хорошо Так Нам Надо Что-то Теперь Беленькое Достроить Где-то Пока Я не Забыл Не Здесь Вот Здесь Пойдет Да Рост Тоже Полезный Будет Для этого Региона Так А теперь Вернемся Немного Назад У нас Тут Были Вот Это Надо Улучшить Это Можно Улучшить Еще Немного Денег У нас Есть Это Плавильня Костей Не Когда-нибудь Потом Я Ей Займусь Тут Можно Давайте Деньги Наверное Оставлю Здесь Какие-то Два Полезные Здания Мы Построим Да Вот Эта Армия Она Походу Отступает Леда Ини У нас Первого Уровня Пик Метели Хотя бы Второго Уже Хорошо Армия Просто Отходит И берет Не берет Да Блин Надо было Отходить В режиме Гарнизона Наверное Ну ладно Тогда Ничего Она Не берет А тут Еще и Гарнизон Вообще Не Восполнился И Здесь Еще Тоже Вообще Не Восполнился Черт Ну ладно Так Вот эти Двое Потихонечку Идут С Дальнего Наверное Начнем Мы Еще Можем Ага Хочу я Туда Маршировать Что-то Не Очень Мы Вот Здесь Постоим Где Нет Небоевых Потерь Пока Еще Вот Так Ну Идем Золотозуб Тут Собственной Персоной Идет Тяжелая Победа Авторасчетом Без потерь Я отыграю Да У нас Время В принципе Поджимает Наша Я думаю Мы Можем Тут Без потерь Попробовать Авторасчет Использовать И мы Это Поселение Забираем Пока Себе Посмотрим Что мы С ним Будем Делать Но Как Минимум От Одного Поселения Скавенов Мы Избавились Так Мы Тебя На фонаре Он уже Да Как раз Бонусы Для стрелков Неплохие Будет давать Мага Качаем Тоже Это У нас Не Очень Приятная Провинция Для нас Но Все равно Мы Наверное Можем Даже Просто Все Так Хоп И Вот Так Сделать Быстро И Эффективно Практически Остальные Отряды Восполнятся Здесь Как раз Можем Гарнизон Поставить Да Пусть Будет Черную Крепость Мы Может быть В следующем Ходу Заберем Если Получится Уже Будет Хорошо Так Эта Армия Идет Потихонечку Сюда Этот Товарищ Наверное Потом Как раз Тоже На север Выдвигается Наверное Караквар Пойдем Захватим Как вариант Тоже Там Скавенов Не должно Быть Да Была бы Нарисована Скверна Поэтому Двигаем Так Ну и Вроде бы Все На этом Мы будем Заканчивать Ход И будем Заканчивать Серию Кража Технологий Куда этот У нас Шел Астромансер Где тут Поворовать Можно Че Ближайшего Очень Далеко Где-то Да Тут Вообще Кошмар Как далеко Ладно Идем Сюда Не знаю Дойдем Вообще Туда Или Нет Так И Четыре Вот этих У нас Да Мадамы С увеличением Дохода Где-то Что-то Еще Предлагают Нам Построить Но Мы Пожалуй Откажемся Хорошо Заканчиваем Ход Все Никак Нургла Не добьют Уже Меньше Сотни Фракций Осталось Так Он Подошел И че И напал На поселение Или В засаду Перед поселением Сел Я вот Что-то Не понял Что там Произошло А Мой Караванчик Мой Чудный Караванчик С С Этим Огром Да По дороге Слишком Много Орков Оказалось Ладно Покедова Ооо Тут Собирается Движуха Собирается Но Гарнизон Гарнизон Твердыня Обнулилась Союзник Начал Строить Форпост Фракция Боевого Отряда Курханов Уничтожена Хорошо Великая Твердыня Угроза Уменьшена Очередное Второжение Предотвращено И уровень Угрозы Великой Твердыни Понизился Пройдет Некоторое Время Прежде чем Хаос Вновь Сможет Ей Угрожать Гармония В балансе Еще Два Хода Штрафа От Конфедерации Живем Живем Пока Да Хорошо Хорошо Ну на этом Тогда мы Серию Будем Заканчивать Всем Спасибо За просмотр Всем Пока И увидимся В следующей Серии